Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на Интерстриме Трейдеров Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» на Интерстриме Трейдеров Ютрейд ТВ. Сегодня у нас уже 17 октября 2018 года, среда. Это всегда трендовый день, поэтому, надеюсь, мы сегодня хорошо заработаем. Давайте посмотрим на технический анализ, что там интересного. Биткоин, коллеги, ну демонстрирует вообще чудеса. Два дня резко вверх, но ударились 6692, грубо говоря, 7000 долларов за один биткоин, уперлись и все, и опять откинули вниз. Ну, то есть никак, никак. Ну, идем пока в этом торговом диапазоне. Мне кажется, сегодня вниз должны прогуляться. Не бывает так, чтобы два дня сильно бились и отбросили опять. Какая-то коррекция сегодня, мне кажется, должна быть. Точно так же эфириум два дня попытался, не получилось стоить на открытии. Точно так же риппл. Три дня даже у него было прохода наверх. Но вот риппл, хотя очень умеренно вырос, но все-таки вырос. Он покруче, чем биткоин. И эфириум, может быть, если кто-то хочет покупать, то, может быть, на риппл посмотреть внимательно. Американский сорт нефти, друзья, вчера все-таки вырос. И несмотря ни на что, и даже несмотря на то, что запасы нефти предварительные вчера показали положительные плюс 2 миллиона баррелей. Вот. Где это у нас? 23, 20, 21, 22, 23. И вот смотрите, на положительных запасах рост. Даже еще проверю. Знаете, на всякий случай, давайте вместе прямо проверим. Вчерашний день, это я на память говорю. А, минус 2. А, минус 2. Коллеги, коллеги, коллеги. Было плюс 9, а стало минус 2. Это я неправильно запомнил. Вчера вечером я смотрел. Вот. И на этой волне, получается, подросли. Да, в 23. А-а-а. А-а-а-а-а. Но это более-менее объясняет ситуацию, да. Ну что, здесь новые уровни у нас. Монета была не права. Вчера она говорила sell. И здесь мы вышли на новые уровни. 72, 12. Сегодня с утра снижаемся. Ну, будем в течение дня обсуждать. Вот у меня вот из этой графической картинки у меня нет никакого мнения и решения. Единственное, что приходит в голову, это с точки зрения валериизма-мартинизма, это вот то, что мы не выкупили эту свечу, большая свеча, отрицательная. А какого числа она, кстати, была? Давайте посмотрим. 11 ноября, октября. Это прошлый четверг, да. И вот прошлый четверг мы еще не выкупили, коллеги. Поэтому пробоя наверх через 72.49 не вижу. Фундаментальных новостей по нефти сразу скажу никаких нет. Вот, поэтому, ну что, ну некоторое снижение, наверное, может быть. А может быть и движение наверх. Нет, коллеги, по нефти непонятна графическая картина. Ждем сегодняшних запасов вечерних. Сегодня среда. Ждем вечерних запасов. По индексу доллара, друзья, не пустили его вниз вчера. Не пустили, глубоко проходили. Посмотрите, как. Но вытянули к вечеру, а сегодня вообще пытаются затолкать наверх. Так мы и идем в торговом диапазоне. 94.63, 94.98. Это 35 центов. Достаточно широкий торговый диапазон. Абсолютно разные точки зрения здесь. Мне кажется, в рамках диапазона наверх еще можем сегодня пройти. На всяком случае, для меня техническая картинка выглядит так. Тем более, посмотрите, вчера снизу, с какого вытащили. А может быть, этот пин-бар, а он закрылся в первой трети. На дневном графике, причем это такой репрезентативный таймфрейм. А он закрылся в верхней трети. Ну, может быть, на границе прям в верхней трети. Вот. И может быть, это можно расценить как пин-бар, а может быть, и нет, конечно. Он прям такой пограничный. Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Вот за этим уровнем, где начинается песочница, зайдем мы туда или нет. На мой взгляд, сегодня можем еще порасти, потому что в верхнюю границу не ударились. Соответственно, и по еврику, друзья, сегодня сложный день. Вчера его утащили вниз. Сегодня он тоже в минусе. Здесь, напомню, у нас пин-бар такой однозначный с точки зрения теории технического анализа. Поэтому движение наверх мы вполне себе дальнейшее допускаем. Но, друзья, среда у нас не трендовый день. У нас полная непонятка и по нефти, и по индексу доллара, и по евро. Тренда нет сегодня. Фунтик тоже самое. Вчера вырос. Но обратите внимание, вчера какая интересная ситуация. Индекс доллара снизился, евро снизился, а фунтик воспользовался ситуацией и закрылся все-таки в плюсе. Поэтому то, что вчера мы утром обсуждали, возможность покупки фунта, прежде всего, а не евро, это было оправданным действием. И я надеюсь, кто-то из вас смог на этом заработать. Сейчас фунтик снижается, доллар иена снижается, доллар-франк растет. Разнонаправленные движения. Доллар-канадец растет, австралиец растет, причем третий день подряд. Новозеландец растет третий день подряд, причем сегодня достаточно мощно. Не верят в доллар. Ждут индекса доллара эти валюты вниз. Золото прогулялось вниз второй день. Вчера тоже не удержали, коллеги, но вчера обсуждали, что золото может быть тоже бенефициаром. Обсуждали тему резервного актива и так далее. Но нет, видите, не сработало. Не сработало на дневном графике. И мы видим треугольник, который мы с вами нарисовали. Недельный. Оббой такой по неделе еще продолжается, но вчера конкретно он не сложился. Возможно, вот эта отметка 12.26. Это какая-то сильная зона сопротивления. Кто торгует по объемам, нам может больше рассказать. Серебро второй день снизилось. Вчера тоже с высоты его спустили. И очень сильный уровень. 14.69 в очередной день устоял. Смотрите, какой хороший прокол был. Не удержали. А вот на американском рынке второй день сегодня растут фьючерс на индекс Dow Jones. Ой, как красиво ушел NASDAQ сегодня с ГЭПом наверх. Сейчас уровень 7362 пункта. И фьючерс S&P тоже с ГЭПом ушел. Сейчас в моменте 2821 пункт составляет. А ну-ка давайте посмотрим и на 25.810 на Dow Jones. Нет, все похоже, Америка вернулась. Мы ждали ее на следующий день. Она на следующий день после сильного падения все-таки упала. И вот через три дня она все-таки начинает возвращаться. Хотя еще не выкуплено, конечно, все падение. Но я думаю, выкупится. Иду так. Вчера посмотрите, как уверенно. Ну-ка давайте, на сколько пунктов это все вчера у нас состоялось. 609. Ну, 609 пунктов, прикиньте. За один день. Сильнейший, сильнейший рост, друзья. Обратите внимание, это может повлиять, такой сильный рост может повлиять на все мировые рынки, в том числе на российские. Поэтому вправе мы ожидать роста российского фондового рынка сегодня. Потому что все-таки позитив из Америки влияет. Хотя там отрицают связь, корреляции. Чисто психологически позитив из Америки влияет на весь мир. Это совершенно однозначно. Далее, друзья, давайте посмотрим фундаментальный анализ, что нам говорит. Говорит он нам следующее. Прежде всего, начну с главной новости сегодня. Друзья, вчера состоялось голосование по поводу и в связи с номинациями на Кубке Ютрейд ТВ. Лучшие в трейдинге 2018 года, которые будут вручаться 7 декабря 2018 года на ежегодной церемонии вручения Кубков Ютрейд ТВ. В Москве мы соберемся. Итак, кто же уже официально приглашен в качестве получателей, обладателей Кубков? Также приглашаются, естественно, все их друзья, родственники, всех участников, все зрители ТВ приглашаются 7 декабря в Москву на эту церемонию. Вход бесплатный, но по приглашению. То есть вы мне присылаете фамилии, имя, отчества ваши, и также ваших родственников, друзей, кто приедет вместе с вами. Я это передаю в бизнес-центр, где будет происходить мероприятие. И вход по паспорту. Главное, чтобы те, кого вы пригласили, не забыли паспорт. До 5 декабря можно посылать ваши списки, кто хочет приехать, всех, кто хочет приехать. И я их передам 6 декабря на охрану, ну а 7 уже мы все проведем. Итак, друзья, кто стал обладателями Кубков Ютрейд ТВ? Напомню, что это чемпион мира по трейдингу 2018 года, трейдер питерский Санкт-Петербург. Он выиграл, как вы помните, чемпионат в августе. Это обладатели Кубка «Золотой мяч 2018» Владислав Савородов и Алексей Мородас. Они выиграли этот конкурс в июле. Ну а вчерашним голосованием были определены следующие обладатели Кубков Ютрейд ТВ. Это лучший трейдер на рынке акций 2018 года Александр Местеров-Щокина. Лучший трейдер фьючерсами 2018 года Валерий Мартынов-Ульяновск второй год подряд. Лучший аналитик 2018 года Михаил Христонов-Москва. Лучший управляющий активами 2018 года Александр Шаенков-Брянск. Лучший ВСА трейдер 2018 года Даниил Волков-Санкт-Петербург. Лучший крипто-трейдер 2018 года Марьяна Ди Валентина-Франковилла Альмара-Италия. И лучший алго-трейдер 2018 года Александр Баранчук-Рязань. Лучший трейдер по волновому анализу 2018 года Александр Кравчук-Северодвинск. Лучший профессиональный критик 2018 года Руслан Улямаев-Уфа. Все результаты, друзья, вы можете посмотреть во вкладочке «Опрос». Я вчера остановил в 17.00 голосование и подвел итоги. Так что, друзья, еще раз поздравляю победителей. Это самая престижная награда на финансовых рынках русскоязычного мира. И у нас есть конкурент англоязычный кубок Кубок Робинса. Ну, как бы, это два равнозначных кубка. Вот тех, кто победил в кубке. Кто-то, кто стал обладателем кубка Итрои ТВ, приглашается в Москву, напомню, 7 декабря этого года. Это пятница, удобно для всех. Всю информацию по гостиницам и так далее я отдам в чате. Это сейчас, так сказать, не проблема. Здесь у нас есть, где расселиться по любому бюджету. Так что все нормально. Все, друзья, двигаемся дальше. Давайте посмотрим другие менее значимые новости, но которые, тем не менее, могут повлиять на рынок. Джей Пи Моргантед сказала, следующий финансовый кризис в 2020 году, пишет Глунберг. NBC телекомпания узнала о планах США ввести санкции против российских компаний за работу в Сирии. Ну, раньше, вы знаете, санкции были по Крыму, по Скрипалям, по вмешательству в выборы и так далее. Целый ряд, так сказать, оснований выдвигалось. Ну, сейчас еще будет за работу в Сирии. Это новые санкции, таких еще не было. Так что ждем новостей в этом плане. Друзья, в работе YouTube произошел глобальный сбой, но вроде бы все восстановлено. С YouTube проблема прям большая. Что-то там у него засбоит постоянно. Далее, коллеги. Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы констатировала минимальный за 15 лет уровень сбережения у населения. Да, это правда. И, наконец, Минэкономразвитие предложило радикально ослабить валютный контроль. Я вот тут не пойму. Вроде дедоларизация, а с другой стороны ослабление валютного контроля. Ну, будем смотреть, как это трактуется. Друзья, сегодня день рождения у нашего коллеги Юрия Марченко, трейдера из Улан-Удэ. Юрий, поздравляем, желаем счастья, здоровья, удачи, процветания и успеха в бизнесе. Ну что, коллеги, двигаемся дальше с вами. Давайте посмотрим, что у нас говорит монета по нефти и что у нас говорит макроэкономика. Две стороны у монеты BuySell. Она на этой неделе оба дня не права. Так что смотрим. Слабо она себя показывает. Buy сегодня видит монета. И вот последние две недели, я хочу сказать, прошлая неделя была слабая и эта слабенько началась. Поэтому будьте бдительны. Сегодня монета показывает buy. И мы смотрим с вами, какая сегодня макроэкономика. Сегодня, друзья, праздник в Гонконге. Праздник двойной девятки. Это что такое? Праздник двойной девятки. Я что-то такого... Если кто в курсе, друзья, расскажите нам. Другие глобальные новости, на которые стоит обратить внимание. Спикеров крупных пока не вижу. Да, только запасы сырой нефти в 17.30. Сегодня ждут положительные запасы. Ну и публикация протоколов ФОМК в 21.00. Кто отсматривает этот индикатор? Подводим итоги. Друзья, сегодня сложный день. Не трендовый. Нет очевидности ни по биткоину, ни по нефти, ни по индексу доллара. Поэтому, собственно, евро, золото также под большими вопросами. У меня, это достаточно редкий случай, когда у меня нет прогноза на сегодняшний день, нет торговой идеи на сегодняшний день. Но вот сегодня, 17 октября 2018 года, среда, казалось бы, трендовый день. А это именно такой торговый день. У меня нет торговых идей. Давайте слушать наших спикеров. Может быть, у них есть какие-то соображения на сегодняшний день. Потому что, конечно, торговать люди сегодня будут. И будем искать вместе торговые идеи. Спасибо, коллеги. Всем удачи.